Добрый день, коллеги! Сегодня у нас вебинар на тему внедрения блока казначейства и в конце мы посмотрим лимиты. Ведущий вебинара я, Константин Алексеев. Пару слов о себе. Более шести лет занимаюсь внедрением 1С на производственных торговых предприятиях, специализируясь я на финансовых блоках, бюджетирование, казначейство, управленческий учет в той или иной степени занимался и другими блоками. Логистика, продажа, закупка, расчет себестоимости, производство и другие. Несколько организационных моментов. Запись вебинара будет на нашем канале на ютубе, вы можете посмотреть, ее выкладывают буквально там на следующий день. По вопросам пишите вопросы в чат в течение всего вебинара, пишите вопросы в чат, в конце вебинара мы на них ответим. Так, начнем по программе вебинара. У нас сегодня вебинар про казначейство в ERP. Мы посмотрим объекты системы, которые нам нужны для казначейства. Мы посмотрим в системе, как создаются заявки на расходы денежных средств, как с ними работать, что в них есть, как они вообще выглядят. Извините. Посмотрим платежный календарь. Инструмент 1S ERP. Это отдельное рабочее место. Это основные инструменты заявки. Платежный календарь. Посмотрим выгрузку клиента в клиентбанк. Здесь ничего особенного нет, просто посмотрим ее. Посмотрим отчеты, которые у нас есть в системе и посмотрим в конце немножко как настраивать лимиты, потому что казначейство обычно рассматривается комплексно и без лимитов как-то странно все-таки казначейство смотреть. По основным объектам. Основные объекты системы вы сейчас видите на экране. Это статьи движения денежных средств, это счета, заявки, платежные календари, различные инструменты, контроль целевого использования, перемещения, ожидаемое поступление, оплата, заявок, перемещений. То есть это те объекты, которые специалисты компаний, финансисты, либо специалисты по казначейству, либо бухгалтера используют именно в своей работе. И еще раз, я сначала пройдусь по презентации, мы сначала посмотрим заявки, то есть что в них есть, какие реквизитики, какие вкладочки. Потом посмотрим, как эти заявки отображаются в платежном календаре, как платежный календарь вообще отображается, как он выглядит. Потом посмотрим, как мы наши заявки, наши платежки выгрузим в клиентбанк, как можно их выгрузить. Посмотрим отчетики. Которые есть. И попробуем настроить лимиты. Настроим лимиты двумя способами. Теперь перейдем в систему и, собственно, начнем. Если вы не работали никогда в 1С, вот так вот выглядит в 1С, вы в нее зайдете и примерно так оно выглядит. В зависимости от доступа будут те или иные разделы слева. То есть если у вас ограниченный доступ, то, понятно, всех этих разделов не будет. Нас сегодня интересует блок казначейства. Нажимаем казначейство и начнем мы с заявок. Что вообще в этом разделе есть? То есть работа с заявками с основными элементами. Работа с банком, работа с кассой, эквайринговые операции, определенные финансовые инструменты, работа с подотчетными лицами. То есть вот такие вот инструменты есть. Мы сегодня посмотрим на примере безналичных платежей. Кассы не будем брать, кассу не будем брать просто потому, что там примерно все одно и то же. То есть особенностей не так, чтобы много. Заявки на расходование денежных средств. Нажимаем заявки. То есть у нас тема больше внедрения казначейства, поэтому что произойдет, когда вы начнете внедрять или когда вы начнете работать с системой казначейства, внедрите ее и ваши специалисты начнут работать с этой системой. Первое, что должно появиться в системе, это заявки на расходование денежных средств. В зависимости от того, кто у вас их будет вводить, допустим их будет вводить какой-то один специалист, а все остальные будут предоставлять по почте или в бумажном виде эти заявки, допустим расписанные по счетам, или каждый специалист будет сам делать свою заявку в системе. Неважно. Первое, что должно появиться, это заявка. Это список всех заявок на расходование денежных средств. Здесь мы видим список. Здесь мы можем создать заявку. Создать заявку с разными типами заявки. Мы сегодня посмотрим оплату поставщику. Все остальные виды отличаются на какой-то реквизитный состав, на определенный. То есть то, что те реквизиты, которые нужны на оплате поставщику, не всегда нужны там на выдачу подотчетнику. Ну и то же самое правило действует в обратную сторону. Здесь можно заявку не создавать, просто скопировать. Создать новый элемент копированием, либо установить, либо создать на основании заявку. Саму заявку тоже можно создать на основании какого-то документа. Допустим, заказа поставщику или приобретения. Можно установить статус заявки. Прямо отсюда можно выделить их и установить какой-то статус. Вот они изменили статус. Статус изменили. Все остальные кнопки нас сегодня не интересуют. Здесь единственное есть определенные отчеты, которые относятся к заявкам и можно ее распечатать. Здесь также можно выбрать заявителя, чтобы именно отобрать по определенному заявителю, по полю заявитель. Давайте теперь создадим заявку. Нажимаем создать. Мы создаем оплату поставщику и они отличаются реквизитным составом и вкладками. Давайте оплату поставщику сделаем и потом просто я покажу, как примерно выглядят другие. Нажимаем оплату поставщику. Вот так вот выглядит заявка при создании. У нас есть кнопочки по сохранению, проведению, по созданию на основании. То есть, примерно все то же самое. Здесь есть статус. При создании заявки присваивается статус несогласована. Извините. В заявке есть четыре статуса. Несогласована, согласована к оплате отклонена. Расскажу про статусы. То есть, первый статус несогласована, мы создаем заявку, она несогласована. ERP предполагает, что сначала заявка должна быть несогласована. После этого ее должны согласовать, допустим, подчиненный какого-то отдела, сотрудник какого-то отдела ее создал, она несогласована. После этого руководитель этого отдела ее согласовывает. Платежный календарь, мы посмотрим, предполагает, что... По умолчанию. Это можно изменить. Предполагает, что в платежный календарь попадают только согласованные заявки. К оплате. К оплате это та заявка, которую уже вот подчиненный в каком-то отделе сделал, руководитель согласовал и уже сотрудник казначейства уже определил, что вот эту заявку надо оплатить. Эту заявку надо оплатить, он ставит ее к оплате, что ее нужно оплатить на определенную дату. Ну и, соответственно, если заявка может быть либо согласована, либо отклонена, то есть мы берем заявку и ее можно отклонить. Если заявка не соответствует, или мы вообще не будем ее платить, или вообще там что-то не то, то она может быть отклонена, но она сохранится в системе, все сохранятся, все данные сохранятся. Мы по приоритетам. Есть приоритеты, несколько приоритетов, их можно добавить, ими тоже можно пользоваться. У них даже есть цветовая маркировка. У нас в заявке есть номер, есть дата, есть организация, от которой мы создаем заявку. Мы сегодня будем работать с металл сервисом. Мы сегодня будем работать с компанией металл сервис. Да, забыл сказать, я использую 1С версии 2.5.12.178 сегодня. Так, это, ну, последняя рабочая версия из релиза, скажем так. Так, соответственно, есть организации, есть, можно указать подразделение, от которого создается заявка. Если мы заявку создавали бы на основе какого-то документа, то здесь, соответственно, у нас отобразился бы еще и документ. Но мы создаем просто заявку с нуля, поэтому здесь ничего нет. Здесь есть заявитель, то есть вот я сейчас под пользователем Соколов, вот я появляюсь как заявитель. Есть в какой валюте планировать, в валюте платежа, в валюте взаиморасчета. Есть сумма, давайте поставим 100 тысяч. Есть валюта, в какой валюте мы будем планировать, можно во всех валютах, которые заведены в систему. Если это перечисление в бюджет, можно сделать галочку перечисления в бюджет, указать дополнительные реквизиты. Но нам это сегодня не понадобится, поэтому мы просто общую схему разбираем. Это у нас связано с отдельными видами договоров, эти реквизиты. Можно указать заметки, это просто текст, можно написать все, что угодно. Справа, по правой стороне, операция оплата поставщика. То есть, даже если вы создали эту заявку, все равно можно изменить вид операции. Дата платежа. Когда мы будем платить, допустим, сегодня 14, мы будем платить 15. Завтра. Вот здесь написано в любой форме, это имеется в виду наличными и безналичными. Мы можем это заполнять, можем не заполнять. Тут неважно. Ну, давайте заполним безналичные. И у нас выходит тот банковский счет по умолчанию для этой организации. Если мы откроем, вот список банковских счетов. Как выглядят банковские счета, это один из объектов системы. Как выглядит банковский счет, сам элемент, и что в нем есть. Стандартные поля, какое наименование, какой организации относится. Номер счета, банк, биг. То есть, все стандартные поля. Плюс галочка, которая нас интересует, это разрешить списание денежных средств без заявок на оплату. Если стоит эта галочка, то по счету можно не делать заявки, можно просто создать списание денежных средств и отправить его в банк. То есть, не обязательно создавать заявки. Но если эта галочка не стоит, то обязательно создавать заявки. И еще галочка нас интересует вот это вот, обмен с банками, включен, не включен. Если этой галочки нет, если этой галочки нет, то по этому счету нельзя провести, то есть, выгрузить данные для отправки в клиент-банк. Поэтому здесь нужно поставить галочку, иначе просто нельзя будет что-то выгрузить. Здесь по умолчанию можно настроить файлы для выгрузки. Есть отдельные программы по интеграции с клиент-банками. Допустим, 1С Директ Банк она называется. Но сегодня мы не будем этому внимания уделять. Поэтому пойдем дальше. Есть учетная информация по каким счетам. Сегодня нас это не интересует, нас именно само казначейство интересует. Это по банковскому счету. Ну и, соответственно, получателем. Получателем можем выбрать любого. Допустим, какие-то электротовары есть. Вот счет получателя. Счет получателя указывается. Тоже все те же самые данные, которые нужны для перевода в банковский счет. Есть отдельная кнопочка. Кстати, сейчас, извините, зайду. Есть еще отдельная галочка счет закрыт. Если счет закрыт, то, соответственно, мы не можем проводить по нему операции. Это удобно, чтобы не совершать каких-то ошибок. Так, немного откачусь назад про статусы. Про статусы. Здесь предопределенные только вот такие вот статусы. Как это можно изменить? Это можно изменить через конфигуратор, через бизнес-процессы. То есть это к программисту. Программист, может сказать, может расширить этот список. Но, естественно, к каждому статусу здесь привязан какой-то функционал. Поэтому здесь нужно аккуратно с этими статусами работать. Это первое. Второе. Как обычно происходит внедрение? Есть еще один вариант. Есть один из документов оборот. Если вы уже купили один из документов оборот, то можно настроить бесшовную интеграцию на более широкий, более расширенный путь согласования. То есть можно сделать интеграцию, чтобы эта заявка создавалась. При создании в документ обороте она через 5-6 рук разных согласовывалась. И потом уже, когда последний человек в документ обороте согласовывает эту заявку, она принимает статус согласован. То есть, допустим, можно сделать так. Дальше. Здесь есть три вкладки. Нашифровка платежа, распределение по счетам. Нашифровка платежа. Вот если бы мы создавали заявку на основании чего-то, на основании какого-то документа, то у нас здесь в объекте расчетов был бы документ. Давайте я попробую. Сейчас закупки, документы закупок. Допустим, вот какое-то приобретение. Я создаю на его основании заявку на расходование. И вот здесь в расшифровке видите объект расчета. То есть мне не обязательно заявку с нуля все вводить. У меня есть уже данные в системе. У меня был какой-то документ приобретения. И я хочу привязать к нему эту заявку. Я просто заходил в этот документ или просто вот ставлю на этот документ и нажимаю создать на основании заявка на расходование денежных средств. И у меня создается заявка с некими реквизитами, уже с суммой, уже привязанная к этому объекту расчетов. Если был договор, то к договору привязано. Поставляются все основные поля и организация. Ну то есть все это можно сделать сразу без заявки. Это то, что касается этого поля. Мы, естественно, можем создать, можем указать объект расчетов и вручную. То есть просто можем выбрать какой-то документ и указать его в качестве объекта расчетов. Нам сегодня это не нужно. Мы не будем сегодня это делать. Можно указывать договор. Указывается поставщик. Есть ключевые поля заявки, без которых, ну, допустим, можно сделать заявку со статусом несогласованной, но согласовать, но в статус согласованной ее перевести нельзя. Вот, допустим, без поля поставщик и статья ДДС нельзя перевести в статус согласованной. Ну, мы будем проводить, я покажу. Суммы указываются. Ну, я сумму не указал. А, вот сумму я указал, да. Она проставится, когда я проведу заявку. А валюта от договора потянется. Здесь указывается тип налогообложения, ставка НДС, сумма НДС указывается. Ну, разные типы НДС. Указывается статья ДДС. Я ее не буду указывать, чтобы показать, что она не проведется в согласовании. Группа финансового отчета относится к регламентированному учету, управленческому учету. Сегодня не будем подробно разбирать. Просто скажу, что это относится уже к платежному отчету. К платежным операциям. То есть, там уже будет создана проводка. Направление деятельности. Если мы используем учет по направлению деятельности, комментарий. Комментарий тоже можно указать. Распределение по счетам. Это вот такое вот поле для уже распределения, в каком счете оно будет проходить. Мы можем ее заполнить здесь, а можем заполнить в платежном календаре. Здесь я не буду ничего заполнять. Я покажу, как это выглядит в платежном календаре. Как это попало в платежный календарь. Так. Я ее проведу. Заявку. Вот видите, она в статусе не согласована. Она провелась. Все. Ей присвоен номер. Ей присвоено время. Вот 11.19. И, в принципе, можно с ней как-то работать. Если я ее переведу в статус «Согласовано» и попробую провести, видите, поле статьи «Движение денежных средств» не заполнено. То есть, я не могу ее перевести в согласованную заявку. Сейчас, коллеги. Кто-то видео, наверное, включил, поэтому у меня поле появилось. Узумовская. Согласованную я не могу ее перевести, потому что у меня нет статьи «Движение». Я перейду в «Несогласованную», но при этом укажу статью. Статью я укажу оплату поставщику. Мы оплату поставщику проводим, поэтому мы оплату поставщику посмотрим. Также есть отдельный функционал по платежам за счет средств, по госконтрактам. Отдельный функционал. Его прям нужно отдельно разбирать. Он через систему тянется и через направление деятельности, и через заявки, через договора. Это прям отдельно нужно смотреть. Все, мы провели нашу заявку. Вот наша заявка. Мы ее на 100 тысяч сделали на 15 число. Давайте ее провести и закрыть. Все, мы создали заявку. Вот она последняя. На базе электротовара. Что мы еще можем здесь сделать? Во-первых, можем посмотреть прямо отсюда, просто весь этот список заявок, какой у них статус, какая у них дата платежа. Можем отсортировать по получателю, по дате. Здесь есть, вот смотрите, есть отдельно статус. Есть отдельный статус. Не согласован, согласован к оплате, отклонен. А есть отдельный признак, это оплачено или закрыто. То есть, если она оплачена или закрыта, то тоже есть отдельный статус. Поэтому можем отсортировать, если кто-то не знает, да, то есть, можно правой кнопкой нажать и вывести, допустим, какой-то фильтр. То есть, в любом поле вывести фильтр, найти статус, найти какой-то статус. Вот несогласованное. Все несогласованное появится. Можно ввести в поиски какую-то информацию, там, типа 56. И вот он что-то найдет или не найдет. Или, допустим, я вот восьмерку введу. И вот он нашел все восьмерки в этом списке. По закрытым или оплаченным тоже можно вывести все. Вот так вот, все оплаченные, все неоплаченные. Он красным нам подсвечивает просроченные заявки сразу здесь, в этом списке. Ну, очень удобно. То есть, если вы работаете чисто с этим списком, то в нем тоже можно работать. Также здесь можно изменить статус, в том числе по нескольким. Идем дальше. Следующий элемент системы, который мы можем посмотреть. Казначейство. Заявки к согласованию. Это список. Это такое небольшое рабочее место для согласования заявок. То есть, у вас сотрудник создал заявку. Сотрудник просто ее создал. Она в статусе несогласована. И, допустим, его руководителю нужно ее согласовать или не согласовать. Вот у нас список, где можно там нажать кнопку. И либо она согласовывается, либо отклоняется. Вот наша заявка. Последняя. Здесь выходят только те заявки, по которым есть вопросы. И видите, то есть, не все те же самые заявки, которые были в первом списке. То есть, здесь прям много-много-много. А здесь только вот те, по которым есть вопросы, которые не оплачены или которые не согласованы или согласованы. То есть, вот такие вот вещи. Так, по заявке. Соответственно, здесь мы можем ее согласовать. Можем выделить несколько. Допустим, вот наша заявка. Нажимаем согласовать. Согласовать. Да, согласовать. Все, она является согласованной. Можем ее отклонить. То есть, заявка нам, допустим, мы в нее зашли, посмотрели. Нам что-то в ней не понравилось. Мы ее отклонили. Все. Она вот сереньким подсвечивается. Здесь статус, если обновить, тоже. Вот он появился, отклонена заявка. Я ее зайду, верну. В несогласованном виде. Чтобы работать с ней дальше. Так. Это вот такое небольшое рабочее место еще. И теперь мы пойдем в платежный календарь. В платежном календаре уже будем работать с заявками. Казначейство. Платежный календарь. Секунду. Продолжим. Платежный календарь. У него есть несколько видов. Начнем с первого. Такой вот вид. У него есть три вида. Заявки. Календарь. Календарь платежи. Список заявок. Первый вид. Это заявки календарь. Это вот слева у нас будут заявки. Справа у нас будет платежный календарь. Я подробнее чуть позже расскажу. Сначала расскажу просто про виды. Здесь отображаются заявки. По сути, тот же самый список заявок, с которыми мы работаем. Справа у нас платежный календарь. Есть вид список заявок. Платежный календарь. По сути, это тот же самый список заявок, но немножко настраиваемый, скажем так. И третий вид, которым я обычно пользуюсь. Я считаю, что он самый удобный. Это называется вот календарь и платежи. Сверху у нас платежный календарь. Снизу у нас список заявок. Если они есть. И, соответственно, теперь как все это устроено. Что у нас здесь есть? У нас есть кнопочка обновить. Если мы что-то изменили, что-то нажали, можно обновить. Есть отмена операции. Есть повторить операцию, если мы что-то сделали и нужно что-то вернуть. Есть количество дней планирования. То есть он планирует сейчас от сегодняшнего числа. От 14-го до 14-е число. И мы можем планировать, допустим, на 5 дней. А можем планировать на 10 дней. На любое количество дней можем планировать. Здесь отбор по организации. Мы работаем с металлсервисом. Давайте я его беру. Вот так он будет выглядеть. Большой-большой платежный календарь. Примерно так он будет выглядеть, когда у вас много заявок. Давайте вот так сделаем. Можно сделать отбор по организации. Мы сегодня будем работать по металлсервису. Поэтому давайте его выберем. Металлсервис. Все, у нас только металлсервис. Есть отбор по валюте. По какой валюте у нас будет отбор. В какой валюте мы будем все это смотреть. Есть отбор по счету или по кассе. То есть если нам нужен отбор по какому-то определенному счету или по какой-то определенной кассе, то можно сделать этот отбор. Теперь про сам платежный календарь. То есть, что он из себя представляет. Так, еще есть кнопочка еще, есть кнопочка настройки. Здесь есть настройки, вот то, что я говорил, согласованные, несогласованные. Если я сейчас уберу, здесь есть галочки, что именно мы хотим получить в платежном календаре. Здесь есть галочка несогласованные заявки. То есть, если я не хочу видеть здесь несогласованные заявки, без проблем я убираю эту галочку и я не вижу несогласованные заявки. То есть, если следили, можете заметить, что сумма изменилась. Настройки вернем обратно. Было 150, стало 700. Это вот несогласованные заявки появились. Но если у нас схема такая, что мы несогласованные заявки в платежном календаре видеть не должны, они еще не согласованы, мы не хотим их видеть, то убираем эту галочку. Мы можем увидеть здесь ожидаемые поступления от заказов, от возвратов, от накладных, от договоров, от поступлений. Можем нажать. Вот мы можем посмотреть ожидаемые списания по заказам поставщикам и накладных. То есть, во всех документах или справочниках, которые мы завели, в накладных заказах, в договорах есть тоже даты оплаты определенные, либо в договоре есть какой-то срок. Всю эту информацию сюда тоже можно вытащить. То есть, не только заявки, но и всю информацию, которая у нас вообще есть в системе. Но, опять же, для того, чтобы это все здесь отобразилось, это нужно ввести. То есть, если вы в договоре просто используете просто как договор, и вы там не указываете сроки платежа или какой-то график платежей, то здесь ничего не отобразится. Система просто не поймет, на какую дату ее отображать. Есть данные по финансовым инструментам, кредиты, депозиты, займы, договоры, аренды. Можно группировать по валютам, можно определить, по какой валюте вывести итоги. Вот у меня в рублях выводятся. И что в этой настройке самое главное? Здесь можно указать, с какой датой планировать. То есть, если я сегодня вот вижу 14-е, в принципе, я могу указать любое другое число. Я могу указать, допустим, сегодня я уже все оплатил, там все, все у меня там все исчезло, и я хочу посмотреть, что у меня будет выглядеть с 15-го числа. Я нажимаю 15-е число, или вообще я, допустим, на этой неделе ничего не буду платить, и нажму 18-е число, с 18-го числа буду планировать. Можно скрыть нерабочие дни, если не нужно. Нажмем применить. Вот видите, у нас появились какие-то дополнительные циферки, красные. Видите, у нас появились документы приобретения товаров и услуг. Вот заказ, кстати, появился, приобретение услуг и прочих активов. Вот мы нажали, чтобы они отображались, и они отображаются. Если бы мы ввели какие-то, какой-то учет по договорам, по датам оплаты, если бы мы ввели этот учет, то они бы определялись там по каким-то датам. Сейчас все это просрочено. Так, все это я уберу. Все это нам сегодня не интересно. Для нас сегодня главное именно с заявками разобраться. Теперь сам, сама вот, сам вот этот интерфейс платежного календаря. Что у нас слева? У нас банковские счеты, кассы. Вот эта вот строчка списания не распределено. Это значит, что в заявке, давайте откроем, в заявке вот в этой вот вкладке ничего не заполнено. То есть, казначей, специалист казначейского отдела еще никак не определил, с какого счета платить. Несмотря на то, что здесь может быть счет, даже если здесь есть указан счет, он все равно не будет ставить какой-то счет, потому что логика такая. Эту заявку может вводить специалист, который может не знать какой-то счет. У него может он проставляться просто по умолчанию. Нам при этом нужна форма оплаты. Наличная и безналичная. У него будет вставать по умолчанию какой-то банковский счет, но мы не обязательно верим, что именно по этому счету будет оплата. У нас, допустим, там 30 счетов, и у него стоит по умолчанию один счет. Он, в принципе, не может знать, по какому счету мы будем оплачивать. Логика такая. Здесь банковские счета. Соответственно, на начало. Здесь есть валюта. Валюта банковского счета. Здесь есть остаток на начало. То есть, остаток по счету. Вот на сегодняшний день у нас остаток по вот этому счету. Банк Москвы. Банк Москвы. Металлсервис. У нас остаток 970 тысяч. Просроченных каких-то документов, заявок у нас сейчас нет. Ну, просто нет. И есть остальные счета. То есть, у нас нет отбора по счету и по кассе, поэтому у нас здесь есть касса и указан еще счет в долларах. Но мы будем работать только вот с этим банковским счетом. Также здесь есть остатки. Есть общие остатки по счетам. Есть общие остатки по валюте в рублях, в долларах. И общие остатки по организациям. Здесь можно настроить небольшие настройки по группировкам. То есть, как я показывал, можно группировать по валютам. Допустим, если у вас валюты в разных валютах, если мы нажмем, допустим, эту галочку. Видите, у нас распределилось по разным валютам. Это в рублях, это в долларах, а это общие итоги в рублях. Вот так вот можно сделать. То есть, кому как удобно. Сейчас я не буду вас путать, поэтому выключу это. Так. Ну и, соответственно, у нас идут дни. Вот наше 14 число. 14, 15. Вот я выходные тоже открыл. И вот понедельник, вторник уже пошли. Среда. Здесь, кстати, вот пишется даже, что это за день недели. И вот так вот до конца тех дней, которые мы указали вот здесь, дней планирования. Если мы больше поставим, то у нас, соответственно, будет на один день больше. Что, как вообще это выглядит, да? То есть, мы можем нажать вот так вот плюсик. Вот видите, Банк Москвы. И у меня на понедельник есть остаток 910 тысяч. Вот на вторник у меня остаток, это уже конечный остаток за день, на 970 тысяч на 14 число. Это на конец дня. Почему здесь 910, здесь 700, а здесь 60? Вот здесь 60. Потому что это есть заявка на 60 тысяч. И в ней уже обозначен счет. То есть, его уже разделили по счетам. И его прикрепили к этому счету. А есть вот эта строчка. Списание не распределено. Видите? По ним еще не распределены. То есть, эти заявки еще не распределены по счетам. Вот видите, здесь есть наша заявка на 100 тысяч, которую мы создали. Вот мы вроде как счет там указали, но опять же, мы, казначей, не может быть уверен, что этот первоначальный счет не указан просто по умолчанию. Поэтому надо определить счет. Как это сделать? Вот вы видите, общие остатки по счету здесь 910 тысяч, а общие остатки в принципе 210 тысяч. То есть, он учитывает в том числе нераспределенные остатки в общих остатках. И как нам распределить эти заявки по счетам? Есть несколько способов. Вот у нас список снизу. Вот это вот список снизу с объектами оплаты и с некими реквизитами. Он тоже настраиваемый. Я чуть позже покажу, как его можно настроить. Что здесь можно сделать? Во-первых, заявки имеют свой статус. Здесь можно просто открыть документ. Ну, с тем же успехом можно просто назвать на него. Можно перевести заявку в оплату к оплате. То есть, обозначить, что эта заявка уже должна быть оплачена. Вот эти вот кнопочки переносят дату платежа вправо-влево. То есть, допустим, мы нажмем вправо. Видите, у нас переместилась заявка вправо. Все. То есть, эту заявку мы переместили вот так вот легко и просто. Давайте вот мы ее переместим до понедельника. Это вот если работать кнопочками. В том числе здесь можно изменить платеж. Есть некие операции по изменению платежа. То есть, есть у нас вот заявка какая-то. Мы хотим перенести это вот и кнопочкой. Вот, перенести на последний день, допустим. Вот мы ее перенесли. У нас она перенеслась на последний день. Другая кнопочка. Перенести на дату. То есть, выйдет дата, и мы переведем какой-то определенный день заявки. Допустим, вот на какое-нибудь там 19-е число. У нас на 19-е перекинулась оплата. Мы захотим перенести. Вот это уже перенос по счетам и по кассам. То есть, они не распределены. Можно перенести. Но, в принципе, и даже распределенные с распределенными можно перенести тоже между счетами. Можно сделать. Можно нажать кнопочку, перенести на другой счет и кассу. Я могу нажать. Видите, у меня 110 тысяч стало. Вот сюда упала заявка. А можно сделать по-другому. Можно взять заявки. Можно взять просто одну заявку и левой кнопкой мыши зажать и перетащить куда-нибудь, вот, допустим, на понедельник. В счет. Видите, она, во-первых, изменила дату. Вот эта заявка. Она и дату изменила, и прикрепилась к банковскому счету. С тем же успехом я могу сделать то же самое. Опять же, отсюда взять эту заявку, перенести вот на какую-нибудь субботу. Вот она в субботу. Ну, это неправильно. В субботу никто не платит. Но я, допустим, могу там, опять же, взять ее и перенести. Вот на среду я хочу перенести. На следующую среду. Вот я взял и перенес на среду. Вот так вот можно работать с заявками. Можно, опять же, это я все делал по одной заявке. Можно их просто всех выделить, все выделить вот эти заявки. Опять же, воспользоваться командами. А можно, опять же, то же самое, зажать левой кнопкой мыши и перетащить банковский счет. Вот он будет обрабатывать, обрабатывать, обрабатывать все эти заявки. И у нас все заявки упадут, которые я выделил вот в этот день и в этот счет. Заявку можно разделить. То есть здесь есть, видите, изменить платеж и разбить оплату. Нажмем разбить оплату и укажем здесь 30 тысяч. Это у нас заявка 0.2 И укажем здесь 14. Окей. Видите, у нас появилось вот 30 тысяч здесь осталось и 30 тысяч здесь. Открываем. Заходим в распределение по счетам. Видите, вот здесь разные строчки с разными датами. То есть можно оплатить эту заявку. То есть это одна и та же заявка. Здесь мы указывали дату платежа. Одну. Но если вам нужно ее разбить на два промежутка, вам не нужно создавать две заявки. Вы просто делаете одну заявку и две строчки вот в этой вкладке. Опять же, я это сейчас сделал через платежный календарь. Я не заходил сюда и не разделял. Но здесь также можно просто создать еще одну строчку, указать какую-то там еще сумму, допустим, 15 тысяч, указать, что там на 25 декабря. И у вас в заявке будет некий такой вот график оплат условный. Такой примитивный график оплат. Столько денег в такой-то день. Это вот можно сделать с заявки. Ну и, соответственно, когда мы будем оплачивать, оплатить можно тоже частично. То есть мы будем оплачивать только то, на что создано списание платежей. Если оно создается на эти 30 тысяч, то оно оплачивается, присоединяется к этой заявке. Но по этой заявке она еще не полностью оплачена. Она у нас еще вот остаток в следующем дне. Еще 30 тысяч. Что еще можно сделать? В этом рабочем месте уже работает, ну, условно назовем его казначей. То есть сотрудник казначейства, который занимается платежами. Иногда это бухгалтер. Что мы еще можем сделать? По изменению платежа можем еще отменить. Отменить распределение. Вот, допустим, какая-нибудь заявка. Отменить распределение. И она вернулась к нераспределенным. То есть мы пока не знаем, к какому счету она относится. Может возникнуть такая ситуация. Зачем вообще нужно? Создается это платежный календарь. Давайте перенесу обратно в счет. Допустим, у нас возникает ситуация с кассовым разрывом. Как это будет выглядеть? У нас тут 410 тысяч. Давайте я укажу вот здесь в этой заявке. Кстати, вот видите, она стала таким сереньким. Я не могу ничего ввести, потому что у нее статус уже к оплате. Я когда в платежном календаре я начал все это перекидывать из места в место. Оно автоматически присвоило статус к оплате. То есть если с ней казначей в платежном календаре уже начинает работать с этой заявкой, уже подразумевается, что она будет оплачена. Когда именно этот вопрос другой, но статус уже появляется к оплате. Так, чтобы изменить сумму, мне нужно изменить статус. Вот я могу в согласованной изменить, могу в несогласованной изменить. Допустим, я поставлю, давайте, полмиллиона. Ну, это неважно уже. Все, просто провожу ее. Платежный календарь. Видите, он у меня сразу обновился. У меня, видите, по счету минус 40 тысяч. Все, значит, в этот день. Сейчас, секунду. Она не распределена. Вот я в счет ее засуну. Вот у меня заявка на 500 тысяч, и вот он у меня отображает остаток по счету. Минус 40 тысяч. Все, я не смогу по этому счету заплатить, потому что у меня денег не хватит. Можно добавить информацию по поступлению. То есть, как мы смотрели, вот настройка ожидаемого поступления. Если вы ведете учет по заказам, по накладным подговорам, то можно сюда добавить эту информацию, если она настроена. И у нас будет, вот видите, две строчки в счете поступления и списания. Мы работаем сейчас только со списанием. А если бы мы ввели информацию по поступлениям, по заказам, по накладным подговорам, то у нас в поступлении тоже была бы какая-то цифра. А в принципе, можно нажать кнопку запланировать. Здесь можно запланировать различные банковские операции, либо кассовые операции есть. Можно запланировать поступление. Нажимаем поступление. Статья. Поступление от клиента. И, допустим, 100 тысяч. Допустим, у нас придет 100 тысяч. Так, здесь мы больше ничего не указываем, просто провести закрыть. Она не отобразилась, потому что мы не отобразили. Нажимаем галочку ожидаемое поступление. Видите, у нас 100 тысяч появилось в ожидаемых поступлении. Вот, ожидаемое поступление. И все. То есть, мы видим, что у нас в этот день, в этот день или в предыдущий день, ну, лучше заранее планировать. Поэтому лучше переносить на предыдущий день. Мы можем перенести, кстати, вот эти кнопки, они работают только с заявками. То есть, видите, я нажал, она не работает с другими документами. Почему? Потому что все, что не касается заявок, это уже такие дополнительные сведения. Поэтому мне нужно будет зайти, изменить дату. И вот он перенесется в 14 число. Видите, мы указали, что есть 100 тысяч. Мы указали это на определенный счет. И мы увидели, что в этот день у нас все-таки не будет кассового разрыва. Мы увидели, что этот инструмент создан для краткосрочного планирования. Им тоже можно пользоваться. Эту информацию, как правило, получая от менеджеров или от других сотрудников, которые занимаются именно продажами или работой с клиентами по поводу получения денежных средств. Вы получаете эту информацию, видите, что да, вот есть деньги. В принципе, вы можете этим, это ничего не делать. Вы можете просто убрать ожидаемое поступление. Можете просто работать с заявками и, допустим, сформировать какую-то печатную форму или отчетную форму. Отсылать, допустим, какому-то консолидирующему подразделению и с информацией, что вот нужно столько денег. И получить обратную информацию, но это уже бизнес-процессы конкретной компании. Вот у нас, опять же, у нас, допустим, появился кассовый разрыв. Нам не хватает 40 тысяч. Я могу взять любую заявку на 40 тысяч и, допустим, перенести ее на последний день. Вот, видите, у меня сразу появился, что вот в эти дни не будет кассового разрыва. Все прекрасно. Я могу спокойно жить там до понедельника. Так, что дальше по нашей заявке? Мы ее можем определить к оплате. К оплате. То есть мы просто нажимаем, она к оплате появляется. Я могу сейчас зайти. Давайте вот так поставлю согласованно. Повести. Она осталась здесь, потому что в ней уже распределение по счетам есть. Но она со статусом, не со статусом к оплате. Но она здесь отображается, она согласована. Нажимаем к оплате. Все, она переводится к оплате. Здесь я этого не увижу, потому что я ее не перевел. Что здесь можно сделать? Вот в этом списке. То есть я обещал показать, что можно сделать с этим списком. Здесь есть группировки. Можно сделать группировки в этом списке по тем полям, которые вы видите. По операциям, по подразделениям, по платильщику, по приоритету. Но приоритеты там одни и те же будут. Статья там тоже будет одна и та же. Допустим, по получателю имеется в виду. И вот у нас появляется получатель. То есть здесь-то мы эту информацию не видим. В платежном календаре. А вот здесь снизу мы можем вывести, что мы платим эти деньги Архарову. А эти деньги мы платим на базу электротовара. То есть здесь мы можем отобразить эту информацию. Здесь есть разные группировки. Причем можно не обязательно выбрать одну. Можно выбрать несколько. Статьи здесь... А, нет. Извините. Можно выбрать только одну. Но здесь есть такая вещь. Вот мы можем выбрать группировки. Просто выбрать группировки. Можем указать без группировок. Здесь есть... Сейчас, секунду. Вот. Здесь есть такая вещь. Настройка списка. И здесь есть группировки. И, в принципе, мы можем взять любое поле из наших заявок и сделать группировки. Давайте попробуем сделать... Статьи. Тип. Вон, допустим, форма оплаты. Банковский счет. Тип суммы. Вот. Завершить редактирование. И вот он вывел нам иерархию. Вот такую. То есть, ну, если бы заявки были с разными формами оплаты. Ну, допустим, вот это вот давайте делаем. Что там? Мы безналичную смотрим. Поэтому просто... Просто по формам оплаты. Здесь можно вывести... То есть, что я сейчас сделал? Группировку можно выбрать одну. А я сделал несколько группировок. Это можно тоже использовать. То есть, все, что входит в список. Вот в этот вот левый список. Все, что у нас входит в саму заявку, мы можем сюда вытащить как группировку, и оно будет работать. Это достаточно удобно именно для работы с документами. Так, я это все теперь уберу. По платежному календарю, наверное, все. Соответственно, у нас есть заявки. Мы создали какие-то заявки. Вот у нас есть заявка тут на 30 тысяч. Ну, давайте вот нашу заявку, которая у нас была на 100 тысяч. Мы ее создавали. Давайте я изменю платеж. Разобью оплату. На сегодняшнее число сделаю, чтобы по ней что-то оплатить. И сделаю оплату на 50 тысяч. Давайте на 67 500. Допустим, вот так. Вот у нас перенеслись наши заявки. Что мы делаем дальше? Да, у нас есть заявка. Мы с ними поработали, определили, что в эти сроки у нас будут заявки оплачены. Казначей решил, что вот такой вот будет платежный календарь у нас до конца месяца. Что мы можем сделать? Есть вот такой вот отчет, реестр платежей. Нажимаем на него. И он формирует отчетную форму по реестру платежей. Она настраиваемая. Не обязательно именно такую форму делать. Но мы видим, по сути, тот же самый платежный календарь, но в отчетной форме. Вот наша заявка, видите, разбитая на две. Можно в другой форме сделать. Она абсолютно настраиваемая. Можно нажать на стройки. Здесь есть различные отборы. Здесь есть структура. Можно вот эту таблицу настроить как угодно. То есть это условная таблица. Можем какие угодно строки добавить, какие угодно колонки. И это обычный скодешный отчет. Можем настроить его в пользовательском режиме как угодно. Так, все, выключаем. Мы можем эту форму сохранить. Любой формат. И в PDF, в Excel, в DOC. И кому-нибудь отправить. Если у вас в компании идет согласование именно таких отчетных форм. Платежного календаря в виде отчетной формы. То можно сделать вот в такой форме. Саму форму можно изменить. Допустим, можно получателя выбрать одного. А заявки вывести вот так. Ну, допустим. Давайте вот так сделаем. Вот в этом поле я объект оплаты уберу. Объект оплаты. Завершить. А здесь на марут оставлю один объект оплаты. Завершить. Завершить. Закрыть. Что получится. Да. Вот у нас, видите, платильщик. У нас, ну, просто лишняя колонка ушла. Вот у нас есть платильщик. Ой, получатель. Платильщик, говорю. Получатель. По заявке. А вот у нас заявки по нему. То есть в одну колонку условно. Можно вообще даты вывести по строчкам. То есть можно и так сделать. Можно вообще убрать все эти заявки. Потому что, ну, в принципе, иногда и не нужно. Зачем нам документы? Нам нужна только там общая оплата, допустим. Вот галочку можно убрать. Вот у нас оплаты. Чисто вот по нашим контрагентам. Это то, что касается платежного календаря. Ну и, соответственно, его можно настроить как угодно. Вы можете, то есть не брать вот это вот длинное количество колонок. Такое большое количество колонок. Вы можете изменить настройку и, допустим, вывести вообще даты в строчках. Ну, сейчас я попробую. Если не получится, не получится. А, ну, получилось. Ну, цифры не отобразили, что-то я там не так сделал. Но это можно сделать. Вот вывести получателя и даты. Ну, и здесь несколько форм. Можно настроить несколько таблиц с расшифровками. Можно одну сделать таблицу. Потом сделать еще одну таблицу для расшифровок. Все это сохранить и отправить на согласование. Так, это то, что касается реестра платежей. Можно сохранить варианты. Еще раз покажу. Реестра платежей, он будет формироваться в той настройке, в тех данных, которые у вас в платежном календаре. Поэтому здесь уже в нем ничего не надо настраивать. Он уже все появилось. Теперь перейдем к нашим платежам. Вот у нас, допустим, на сегодня две заявки. Ну, понятно, что их может быть там много-много-много разных заявок. Допустим, там, я не знаю, 100 штук. Давайте вот все эти заявки перенесем на сегодня. Все эти заявки мы будем платить сегодня. Вот неудобно только. Заявку я разделил. Будет непонятно. Давайте еще раз ее разделю. Вот на 100 тысяч. Как там? 67 500 у меня было. И перенесу на 15. Ну, чтобы разные суммы просто были. Чтобы посмотреть, как по одной заявке платить. Вот видите, у нас здесь снизу написано сумма документа 100, а сумма 32 500. Потому что на конкретный день 32 500. На сумму самой заявки, если мы вот сюда посмотрим, 100 тысяч. Теперь к платежам переходим. Ну, давайте, допустим, мы вот все вот эти заявки будем платить. Я что делаю? Я на клавиатуре нажимаю shift и выделяю все эти заявки. Просто нажимаю на первую, shift и последнюю. Чтобы выделить их несколько. Нажимаем. Мы идем дальше уже в платежки. Платежный функционал он небольшой, но давайте его посмотрим. Здесь есть кнопка сформировать списание денежных средств. Нажимаем сформировать списание денежных средств. И посмотрим, что он нам сделает. Он создает платежные документы. Сейчас он подумает. Вот. Создано два документа. Показывает, что создано два документа. Почему два документа? Потому что у нас большее количество заявок было вот по одному получателю. Он их группирует. То есть зачем нам несколько платежных документов, если мы отправляем одному и тому же контрагенту. Разные контрагенты. Если бы у нас в заявках стояли разные счета, он бы сформировал разные заявки. Здесь, опять же, можно принять и закрыть. Вот он нам показал, что он создал. Можно отменить и удалить. Можно принять и выгрузить банк. То есть сразу, если вы начинаете работать с функционалом выгрузки, можно сразу отсюда все это начать работать. Давайте нажмем принять и выгрузить банк. Появляется вот такая вот выгрузка платежных платежей в банк. Вот такое вот тоже небольшое рабочее место. Но если вы создаете как бы постепенно эти списания, то это не совсем удобно. Ну, то есть в этом окне. Вы можете сразу через это окно работать, а можете выключить его, если вам неудобно через него работать. Можете нажать казначейство, можете нажать безналичные платежи. И здесь есть та же команда выгрузка и загрузка платежей. Сначала я расскажу про сами платежки. Ну, то есть когда-то давно это были платежные поручения, документы платежные поручения. Сейчас тоже это тип документа платежные поручения. Но мы формируем документ, который называется списание безналичных денежных средств. Именно в банк. Вот когда мы... Вот я его открыл. Сейчас я его вниз перейду. 14. 14. Сейчас, секунду. Умновить. Вот такой вот документ. Так, извините, это поступление. Вот такой вот документ, примерно, списание безналичных денежных средств у нас создался. То есть когда мы создавали, мы создали его в системе со своими реквизитами. Здесь реквизиты те же самые, что и в заявке. То есть то, что мы заполняли заявки, согласование, не согласование, а реквизиты счета, назначение платежа, все, что мы в заявке заполняли, оно переходит сюда. Заявка не очень удачная. Вот эту какую-нибудь посмотрим. Вот оплату поставщику. Вот то же самое. Все, что мы указывали, укажем в заявке, все здесь указывается то же самое. Списание безналичных денежных средств. Здесь можно создать операции, как это, просто создать. То есть если по счету можно проводить операции без заявки, ее можно просто создать. То есть можно нажать просто списание. Здесь видите, тоже выпадает оплата поставщику. Просто оплата поставщику. И мы все это можем просто с нуля заполнить, как обычно для налогов и зарплаты делается. То есть заявки не делаются, просто сразу делается платежка. Для налогов, для зарплаты, для госпошлин каких-нибудь. То есть нам не нужна заявка, мы просто это все создаем, заполняем и отправляем в банк. Вот наша заявка. Видите, она создалась. Здесь сразу видите, ссылка оплата по заявке, ссылка на заявку. Вот у нас сумма 32 500. Если мы в заявку перейдем, видите, у нас на 100 000 заявка, но у нас было разделено, и платежка создалась на 32 500 по первой дате. На вот эту, на нашу первую дату. Соответственно, мы совершаем некий частичный платеж. Так, здесь не стоит проведено банком, потому что мы еще даже не выгрузили. Опять же, реквизиты здесь все те же самые, что и в заявке. Ну, практически те же самые. Весь функционал по платежам, он не менялся уже много лет в общих своих смыслах, поэтому мы здесь останавливаться не будем. Все, у нас есть вот наши две платежки, наши две, наши два списания платежей. Еще раз скажу, это список безналичных платежей. Я перешел казначейство безналичные платежи. Здесь и поступление, и списание. Поступление выглядит примерно вот так. То есть, это оформляется для управленческого учета. Ну, тоже самое, там есть какие-то определенные проводки, вот здесь не настроены, но если бы они были не настроены, они бы здесь появились. Дальше, вот то окно, в котором мы заходили, здесь выгрузка, загрузка. Нажимаем выгрузка, нажимаем выгрузка. У нас появляется то же самое окно, которое вот из платежного календаря у нас появилось. Вот то же самое окно. И мы ищем наш счет. Вот металлсервис. Видите, к выгрузке два документа. Нажимаем галочку. И у нас снизу появляются, вот видите, два документа на сегодняшнюю выгрузку. Это вот строчка, видите, галочка не выделена, это за вчерашний день. Ну, предположим, что ее нет. Так, вот наши две, два платежа, которые мы будем отправлять. Ну и, соответственно, здесь функционал тот же самый, достаточно примитивный. Мы выгружаем файл и файл уже загружаем в клиент банк. Опять же скажу, есть определенное программное обеспечение для интеграции этих процессов, но сегодня мы их не затрагиваем, мы просто вот, как и там 10-15 лет назад выгрузим в файл. Здесь можно настроить обмен. Еще раз зайду в счет. Здесь можно было настроить по умолчанию файлы, но мы этого не сделали. Нажимаем выгрузить и какой-то файл вот нам нужно выгрузить в какой-то файл. Сохранить. Все, у нас сохранился этот файл. У нас появилось, видите, текст, куда я его сохранил. Ну и, в принципе, все, мы выгрузили наши две платежки, которые отправятся в клиент банк. Можно удалить файлы и закрыть. Можно просто нажать закрыть и он спросит, надо удалить файлы эти или нет. потому что здесь вот так вот по умолчанию настроена безопасность удалить файлы и закрыть. Если я нажму, то файл, который я выгрузил, он удалится. Ну и, соответственно, мы можем две эти платежки отметить, что они проведены банком прямо отсюда. Все, они проведены банком. Вот, проведены банком. Внизу вот они. Все, они прошли. Как это отобразилось в платежном календаре? Вот наш платежный календарь. Видите, у нас мы создали заявки. Мы создали все заявки и у нас уже остаток посчитался. То есть, мы создали платежки, он сразу отобразил, что эти документы списания безналичных денежных средств проведены по счету и вот такой вот у нас сейчас остаток. Если мы будем что-то еще делать, то вот такой вот будет остаток. Видите, у нас остался остаток по заявке. Это заявка, по которой мы что-то уже оплатили. Видите, сумма документа 100, но оплата конкретно на этот день 67 500. Я также могу с ней работать, перевести на понедельник, вернуть на пятницу. Я работаю только с остатком, с остатком этой суммы. Если я зайду в заявку, у нас распределение было по счетам, я могу зайти через отчеты в связанные документы. Видите, у нас заявка и списание безналичных денежных средств. Они связаны. Все? Они связаны, они учитываются. В движении, по-моему, там ничего не отображается, особо. Здесь отображается только вот если ее распределили по датам, тогда она отображается. Особо других движений нет. это то, что касается оплаты. Так, сейчас, секунду. Теперь, ну, еще раз говорю, функционал по выгрузке платежей, он принципиально не меняется уже много лет, поэтому рассказывать здесь особо не о чем. Так, теперь посмотрим отчеты. то есть отчеты, которые вообще есть в системе. Казначейство, отчеты по казначейству. Основные отчеты, которые нам нужны, это ведомость по денежным средствам и реестр платежей, которые мы сейчас будем смотреть. Ведомость по денежным средствам, соответственно, самый примитивный отчет по денежным средствам, который есть уже там много-много десятков лет в 1с то есть это ведомость по денежным средствам здесь не есть несколько форм и и можно корректировать как угодно можно сделать отбор по организации по типам ну в общем огромное количество отборов вот мы видим вот я вывел с двадцатого года вот такие вот операции были с двадцатого года по безналу я могу нажать допустим есть тут металл сервис вот он металл сервис можно нажать вот наш металл сервис я могу в расход нажать два раза вывести регистратор регистратор это документ и вот видите я вижу вижу расшифровку у меня был приход на миллион и расход вот по этим документам на вот такие вот суммы кстати если вот выделить он сумму посчитает если вот так выглядит тоже посчитается так опять же ведомость это настраиваемый отчет здесь можно настроить его как угодно можно вывести что угодно какие отборы то есть можно нажать настройки можно нажать можно здесь что-то настроить можно нажать расширенный и в структуре данных настроить свою какую-то структуру данных, можно вывести прям сюда документы, то есть можно сделать все, что угодно. Обычно настраиваемый отчет 1С, все, что есть в полях, ну давайте так вот нажму, сейчас, все, что вы видите, все составляющие можно сюда присоединить, то есть если регистратор, вот плюсик нажать, то есть можно выбрать все поля из регистратора, если это поступления, какие-то были списания, все можно вытащить, в том числе и ссылки на документы, то есть если это был документ-заявка, по нему была, то есть он был создан по какому-то документу, то это тоже все можно вытащить. Обычный такой настраиваемый отчет, можно отобразить его за какой-то период, если вы смотрите за какой-то период, допустим за неделю, опять же можно вывести за неделю, посмотреть, что у вас происходило на этой неделе. Самое главное, что обычно делают сотрудники казначейства, это смотрят остатки, чтобы остатки совпадали с банком по счетам, по кассам. Так, дальше по отчетам и реестр платежей, то есть мы смотрели в платежном календаре реестр платежей. Сейчас. Так, давайте я по нашей организации выведу. Вот, это тот же самый, по сути, это тот же самый реестр платежей. Сейчас, секунду. По сути, это тот же самый реестр платежей, который был в платежном календаре, но его можно открывать не из платежного календаря, можно просто открыть и настроить как угодно, как захочется. Видите, здесь куча-куча приобретений, выведены документы, по которым есть просрочка. Так же будет выглядеть, если у вас по заявкам есть просрочки по заявкам. То есть, то же самое можно настроить и будут какие-то просрочки по заявкам. Вот, по заказу мы просрочили 35 миллионов. Надо, наверное, надо с этим что-то сделать. Опять же, обычный настраиваемый отчет, обращенный к платежным, к заявкам и к регистрам, которые отвечают за платежи. Здесь есть объекты оплаты, но это именно объекты оплаты. Опять же, если вы будете ввести, допустим, вот приобретения товаров, откроем. О чем я говорю обычно? Видите, здесь приобретение товаров, есть здесь оплата и дата оплаты. Здесь стоит, допустим, дата платежа 31.01. Вот если вы это ведете, если у вас, допустим, в соглашении, допустим, откроем соглашение, здесь есть различные условия оплаты, вот, здесь этапы не указаны, видите, здесь даже ничего не настроено, но при этом в самом документе есть дата оплаты. Эту дату оплаты можно использовать. То есть, если у вас сотрудники составляют такое приобретение и при этом поставят дату оплаты, то вы сможете увидеть в платежном календаре, когда нужно оплатить по этому документу. Если по этому документу будет создана заявка, они не будут задваиваться. То есть, если мы создадим заявку по этому документу, то в платежном календаре будет отображаться непосредственно заявка. То есть, задваиваться эти данные не будут. Потому что здесь, видите, основание отображается как приобретение. То есть, основание здесь есть. Это достаточно удобно. Если специалисты не ведут, они сделали приобретение и, допустим, нужна сразу заявка, они могут сделать приобретение, а потом сразу создать заявку на какую-то определенную дату. Допустим, на 27 декабря. Все, они создали заявку, эта заявка попадет в платежный календарь, вы уже сможете планировать. Не просто просроченную какую-то цифру, а уже на какую-то конкретную дату работать уже с заявкой. Так, это то, что касалось отчетности и платежей. Теперь мы поговорим про лимиты. Теперь поговорим про лимиты. В ERP есть два инструмента. Кстати, вот заявки. Видите, они все изменили статус. А по некоторым заявкам, видите, они даже поставили, встали галочки, что они оплачены. Все, они оплачены. Так что встал вот этот вот статус по оплате. Вот, кстати, 100 тысяч наши. Еще раз покажу. Это вот 100 тысяч, по которым мы заплатили уже какую-то сумму. Мы по ней заплатили сумму, но она не оплачена. Почему? Потому что не вся сумма оплачена. Но в платежном календаре у нас отображается только остаток. В наш платежный календарь, вот видите, отображается только остаток от нашей заявки. Теперь точно уже поговорим про лимиты. В системе 1S ERP есть два инструмента лимитирования. Первый инструмент лимитирования – это такой примитивный инструмент. Он настраивается одним документом. То есть, есть в системе для компании лимиты. Все, мы должны настроить лимиты под эти статьи, допустим, статьи движения денежных средств и работать с ними. То есть, примитивный документ, который не связан с системой бюджетирования, скажем так, он решается одним документом. Второй инструмент – это завязать лимитирование на систему бюджетирования. То есть, если мы настраиваем на бюджетирование, то у нас есть некая система бюджетов. Если вы введете бюджеты, вы сможете сделать бюджет, допустим, по выплатам денежных средств, вы сможете сделать некие аналитики для этого бюджета, допустим, там, организации, подразделения, контрагенты и контролировать по этим аналитикам лимиты. Давайте сначала первый способ, простенький. НЦИ администрирование, как это включается? Казначейство и взаиморасчеты. И здесь в планировании контроля есть такое использование лимитов. Вот сейчас они не используются. Первый способ, который я говорил, это вот по документам лимита. Второй способ – по данным бюджетирования. Мы сначала посмотрим первый. По документам лимитов. Давайте нажмем галочку по организациям, чтобы были лимиты по организациям. По подразделениям не будем ничего делать. Соответственно, как нам посмотреть, заработало или нет. Берем заявки. Просто вот свою заявку я беру, которую мы уже создавали. Я ее копирую, ставлю на какое-нибудь там 15-е число. Ставлю сумму, допустим, 200 тысяч, чтобы просто отличать от других заявок. Больше ничего не делаю. Пытаюсь провести. Так, сейчас, секунду. Оно проведено, потому что у нас нет правил лимитирования. Мы переходим в казначейство и в… Сейчас, секунду. Лимиты расходования денежных средств. Нажимаем лимит на расходование денежных средств. Сейчас, секунду. А, все, я понял. Я не удалил предыдущий документ, поэтому у меня все провелось. Извините. Еще раз создам заявку. Кстати, на 300 тысяч. На 15-е число. Пытаюсь провести, и он пишет. Не удалось провести. Я пишу «Окей». Что он пишет? У него превышен лимит. Он пишет «Превышен лимит в долларах», потому что сейчас у системы валюта управленческого учета – это доллары. То есть, если поставить валюту управленческого учета рубли, то он будет писать это в рублях. Вот, все. Заявка создана. То есть, она не создана. Она не может создаться. Нет лимитов. Я могу ее сохранить, записать в системе. Ей присвоится номер дата, но она будет не проведена, как это выглядит. Вот видите, галочки нету, значка. Значит, она не проведена. Все. Я ее как бы создал, сохранил. Но вот, блин, нет лимитов. Мне нужно предпринять какие-то действия. Или, допустим, там созвониться со службой казначейства, которая что-то скажет мне, что-то перераспределит лимиты, или даст какое-то разрешение, или согласует эту заявку с какими-то большими правами, или даст возможность, допустим, вот эту галочку сверх лимита нажать, чтобы провести. Разные могут быть действия, но нас техническая сторона интересует, как это настраивается, как это выглядит. Переходим в документы лимитов. Еще раз. Казначейство, лимиты расхода. Нажимаем создать. Вот это список как раз документов, которые и фиксируют лимиты по организации. Нажимаем создать. По умолчанию этот инструмент планирует лимиты на месяц. По месяцам. Вот мы на декабрь сейчас планируем. Организация Талсервис. Он планирует лимиты по статьям движения денежных средств. Поэтому мы ищем нашу статью движения денежных средств. То есть видите, здесь не связано это никак с бюджетированием. То есть здесь нету статьи бюджетов. Это статьи движения денежных средств. Просто лимиты по статьям движения денежных средств. В том числе можно было сделать это по подразделениям. Если я здесь ничего не делаю, видите, не ограничено, просто не ограничен, я его провожу, после этого перехожу в свою заявку, все, она провелась, потому что у меня здесь написано не ограничено. А если я здесь поставлю, допустим, 10 долларов, пусть будет 1000, провожу и создам еще одну заявку, тоже на ту же сумму, ничего не буду с ней делать, только вот дату поставлю, еще раз провести не удается. Почему? Видите, превышен лимит. Почему? Потому что я уже поставил лимит. В принципе, можно сделать этот лимит неограниченный, как он был, да, то есть галочку убираем, он неограничен. Когда мы ставим галочку, то можно поставить какой-то лимит. Вот так работают лимиты в первом способе, то есть все, мы поставили лимит, мы могли сделать их по подразделениям, мы сделали по организациям, по статьям. Все, лимиты контролируются, заявку невозможно провести, она пишет, что нет лимита. Соответственно, что человеку нужно сделать? Если он хочет сохранить данные в этой заявке, он может ее сохранить и отправить информацию, допустим, по почте. Если все работают в одной системе, то, в принципе, можно сделать с помощью задач это все. Но это зависит от ваших уже бизнес-процессов, от того, как вы их настроили. Настроили, в смысле, внутри компании. Так, ну и, соответственно, можно перераспределить лимиты. Допустим, у вас будет две статьи. Допустим, там в какой-нибудь, вот, по двум статьям есть лимит. Здесь 10 тысяч, а здесь тысяча. Вот по этой статье не хватает лимита. И, допустим, принимаем решение. Давайте мы перераспределим. Перераспределим лимиты, но чтобы итоговая сумма какая-то была такая. Допустим, здесь 9 тысяч, а здесь 2 тысячи. Ну, в принципе, все проводим и работаем дальше. Есть отчеты. Казначейство, отчет по казначейству. Вот видите, здесь не было этого отчета, а сейчас он появился. Лимиты расхода денежных средств. Нажимаем на лимиты. И здесь мы можем контролировать лимиты именно в формате отчета. То есть, видите, у нас лимиты. Вот наши лимиты появились. Вот какие-то фактические данные. Видите, здесь уже какое-то превышение пошло. Перерасход на 67... Что это? Доллары. Да, на 67 долларов даже у нас перерасход. Надо разбираться, как он вообще произошел. А здесь не до расхода в 2000 долларов. Ну, опять же, если бы это было... Если бы валюта управленческого учета была бы рубли, то все это было бы в рублях. Ну, в смысле, переводилось бы в рубли. Ну, вот видите, тут на 0,7% превышение. Через этот отчет тоже можно отслеживать или формировать его в конце месяца. Извините. Теперь... Это первый способ. Теперь второй способ. Как это все будет работать с бюджетированием. Давайте я все это закрою. Как это все будет работать с бюджетированием. НЦИ. Значительство и земерасчеты. Теперь мы ставим, что все это зависит от бюджетирования. По данным бюджетирования. Все. Мы поставили. Настройка. Настройка заработала. Мы переходим в заявки. И пытаемся провести... Вот у нас уже есть заявка. Пытаемся провести нашу заявку. Он не дает нам провести. Он пишет другое сообщение. Заявка не подпадает ни в одно правило лимитирования. То есть у нас нет правил лимитирования. Нужно сделать правило лимитирования. Я не буду... Можно отсюда пойти. Вот от этой вкладки. Можно от модели бюджетирования. Коллеги, я не буду заморачиваться с функционалом бюджетирования. Объяснять его особо. То есть можете посмотреть другие мои же даже вебинары. Там тоже рассказывается про бюджетирование. Буду опускать какие-то детали по бюджетированию. Именно про лимит расскажу. Если перейти отсюда, то он выдаст сразу модели бюджетирования. Можно то же самое. Бюджетирование, планирование, настройки справочники и модели бюджетирования. И здесь мы можем создать некую модель бюджетирования. Давайте создадим модель бюджетирования. Напишем лимиты на вебинар. Заморачиваться сильно не будем. Так, создаем ее с января. Бюджеты сделаем по организации. Не будем даже утверждения бюджетов делать. Вот здесь статус «Важно сделать так, чтобы он действовал». Бюджетный процесс не трогаем, нам это неинтересно. Нажимаем «Записать». Все, у нас создана модель бюджетирования, в рамках которого мы будем настраивать лимит. Теперь нам нужно создать форму бюджетов, в которой мы будем вводить данные для лимитирования. Допустим, виды бюджетов. Можно зайти через другую кнопку бюджетирования, настройки справочники, виды бюджетов. Но давайте просто все побыстрее сделаем. «Создать форму для лимитов». Нажимаем «Вод планов». Все, нам больше здесь ничего не нужно. Структура бюджета. Здесь мы создаем таблицу. Обычную простую таблицу. Еще раз, я не буду сейчас останавливаться на функционале бюджетирования. Нам нужно выбрать здесь статью, по которой мы будем настраивать лимиты. Я вот выберу «Оплата сырья». Вот «Оплата сырья». Я ее перетягиваю в строки. Бюджет у меня по подразделениям. Колонки. Кстати, вот «Аналитики» сразу скажу. Это важно. То есть, если понадобится планировать по каким-то аналитикам, можно, допустим, если вы планируете по контрагентам лимиты, берем контрагенты, перетаскиваем, ну, фиксированное значение добавить. И так у нас появляется возможность планировать по контрагентам. Сейчас, секунду, коллеги. Появляется возможность планировать по контрагентам. Нам это сегодня не нужно. Мы не будем заморачиваться с аналитиками. Берем это. И в колонке мы добавляем период месяц. Месяц. Записать. Все, у нас готова форма бюджета. Давайте ее сделаем. Создать экземпляр бюджета. Здесь тоже не буду сейчас информацией с этой заморачиваться. Просто введу. Для нас важно. Это сценарий. Это организация. То есть, мы по ней будем планировать лимиты. Вот у нас на декабрь. Переходим в бюджет. И ставим какую-то цифру. Допустим, давайте 10 миллионов. Давайте 100 миллионов. Все. Проводим бюджет. Он создался. У него есть номер. У него есть дата. Бюджет. Возвращаемся. Опять же, надо четко понимать, на каком этапе у нас появится все, что нам нужно. Возвращаемся к нашей заявке. Пытаемся ее провести. Ничего не получается. Почему? Мы бюджет создали, а правила нет. Еще самого правила нет. По лимитам. Мы переходим в модель бюджетирования. Вот обратно в нашу модель бюджетирования. Здесь есть лимиты. Лимиты расхода не лишних средств. Нажимаем создать. И вот здесь, ключевой момент, мы создаем правила лимитирования. Что мы делаем? Указываем статью бюджета, по которой у нас был лимит. Вот оплата сырья. Периодичность. Месяц. То есть мы уже более, видите, такая более широкая настройка лимитов, чем в первом способе. Потому что здесь разные периоды. Здесь уже настройка к конкретным статьям бюджета, а не статьям ДДС. Мы ставим, к какому сценарию мы будем планировать лимиты. Есть три вида лимитов. Разрешающие в пределах лимита. То есть это просто лимит. Вы сделали лимит. Больше него вы не можете потратить. Дополнительно ограничивающие, это примерно то же самое, что и первое. Он применяется, когда у вас есть несколько, как это сказать, несколько ступеней лимитирования. То есть у вас есть лимит на организацию. Потом вы делаете лимит, допустим, по подразделениям. А потом подразделения делают лимиты в рамках своего лимита подразделений. В лимиты делают по статьям или по контрагентам или по договорам. То есть дополнительные аналитики. Но на самом верху у вас стоит какой-то один лимит по организации. То есть по организации вот такой вот лимит. А потом он уже распределяется между подразделениями. Или по-другому. Сначала по подразделению. Там, допустим, у вас 10 подразделений. Вот вы по 10 подразделениям поставили лимит 3, 5, 6, 7, 8 миллионов. А потом уже сделали лимиты по статьям или по договорам или по контрагентам. Информационный лимит. То есть здесь, если здесь лимит, он прям тормозит заявку. Все, вы не можете ничего сделать. Вы не можете ее провести. Информационный. Информационный лимит – это лимит, который не тормозит заявку. Но он будет отдельно в заявке писать, что вот лимит превышен. То есть вы сможете оплатить, но вот вы превысили лимит. Вот такой вот. Вот этим отличаются третьи вкладки, третьи кнопочки. Здесь снизу аналитики, в рамках которых мы планируем наши лимиты. Ну вот мы сделаем по организации, но также мы можем указать по контрагенту, по статье ДДС, по договорам. Ну и, соответственно, здесь, когда вы будете планировать, у вас лимиты будут в рамках этих аналитик. Все. То есть будет не просто по организации, а будет уже по лимитам по какой-то аналитике. Так, записать и закрыть. Все, нажимаем записать и закрыть. Мы создали лимит. Опять же, еще раз, перейдем в нашу заявку. Пытаемся ее провести, она не проводится. Почему? Опять, не подпадает ни в одно разрешающее правило лимитирования. То есть уже другое предложение пишет. Как бы лимиты есть, правила есть, но нету, не подпадает. Почему? Потому что у нас есть статья, у нас есть статья ДДС, а есть статья бюджета. Где она тут была? Вот, а есть статья бюджета. И они на сегодняшний день никак не связаны. У нас же могут быть разные статьи, у нас лимиты могут быть по разным статьям. Поэтому они должны быть как-то связаны между собой. Мы заходим в эту статью, можно отсюда зайти, можно бюджетирование статьи бюджета, настройки статьи бюджета. Можно отсюда зайти. Заходим в нашу статью, здесь есть правило получения фактических данных. Здесь есть раздел исполнения бюджета, нажимаем создать. И здесь мы можем настроить как раз вот эту вот связь между статьей бюджета, которую мы используем, и статьей, и уже планирование, скажем так. Мы выбираем оперативный учет. Здесь я покажу то правило, которое обычно применяется. Оперативный учет, хозяйственная операция. Здесь есть много хозяйственных операций, но для того, чтобы нам настроить именно лимиты, в 1САТС, если посмотрите, то же самое там увидите. Нужно выбрать конкретную операцию, это оплата поставщику. Но я ее убирал, поэтому она у меня уже сейчас выходит. И здесь есть источник суммы. Чтобы сделать источник суммы, чтобы все это контролировать, нужно выбрать сумму к выплате. То же самое, если вы посмотрите на 1САТС, там все это написано. То есть прям супер там как-то запинать это не нужно. Прям конкретная там инструкция. Здесь есть дополнительные отборы. Вот то, что я говорил про статьи. Помните? Сейчас. Вот то, что я говорил про статьи. И здесь можно настроить вот это правило именно для конкретной статьи. И у вас будет много-много правил для каких-то конкретных статей. То есть для конкретных статей бюджетирования конкретные статьи бюджетов будут связаны с конкретными статьями ДДС. Ну то есть добавить статья о движении денежных средств. И вот здесь мы выберем какую-то статью. Нам это сейчас не нужно. Не будем этого делать. Здесь есть правило по заполнению аналитик. Но это к бюджетированию относятся. Не буду сейчас рассказывать про это. Все. Нажимаем записать-закрыть. У нас появилось правило. Записать-закрыть. Переходим в нашу заявку. Пробуем ее провести. И она провелась. Все. Наши 300 тысяч подпали под наши бюджеты. Вот она провелась. А если я сделаю заявку. Еще раз. Еще одну заявку сделаю. Но там было по-моему 10 миллионов. Я поставлю 100 миллионов. Миллионов. И попробую ее провести. А, нет. Все. Прыгнулась. Потому что суммы несоизмеримые. Сейчас я попробую. Еще раз. Вот. Видите? Не удалось. Почему? Потому что не хватает лимита. То есть он уже пишет конкретно. Что у нас есть лимит. У нас есть правило. По вот этой статье. То есть он прям пишет статью. По этой организации. Вот у нас лимит. Вот у нас лимит на этот период. И его не хватает. Можно списать 107 миллионов. А 110 вот уже нельзя. Так. Про лимитирование. У нас все. Лимиты мы построили. Бюджеты мы построили. Теперь давайте посмотрим ваши вопросы. Я видел, что вы много писали. Иногда отвлекался на них. Давайте посмотрим вопросы. Для какой роли системы демонстрируется функционал со сменой статуса? У меня была роль администратора. У меня полные права. Как в нормальной... Ну, соответственно, если у вас будут... Если у вас будут распределенные права по статусам, то у разных людей разные роли. Это нужно настраивать. Как в нормальной ERP система бюджетирования взаимодействует с казначейством? Мне кажется, что целесообразно было в обведении пары минут уделить этому вопросу. Можно ли в ответе на вопрос остановиться на этом? Бюджетирование взаимодействует с казначейством, допустим, по лимитам. Вот мы... Ну, это в начале вопросы были. Поэтому не дождались конца, скажем так. Вот, можно настраивать лимитирование, например. Про лимитирование по бюджетированию я вот как раз рассказал. Заявки создаются вручную. Или они могут автоматически появляться на основании задания других документов, например, графика платежей. Заявки можно... Нет, не обязательно вручную создавать. Как я показывал, можно создавать на основании каких-то других документов эти заявки. Опять же, в платежном календаре отображаются не только заявки, но и какие-то документы. То есть, определенные документы именно... Там, по-моему, были какие-то приобретения. Вот эти. Вот, видите, здесь отображаются приобретения. Поэтому, в принципе, можно заявками лучше пользоваться. Но документы тоже отображаются. Создаются ли они автоматически? Да, можно сделать какую-то обработку по поводу создания заявок автоматически. Но именно по бизнес-процессу я, наверное, это не рекомендовал бы. Потому что мы, в принципе, здесь уже все видим. Поэтому... Зачем? Ну и, в принципе, вы можете зайти в список документов приобретения товаров и услуг. Сейчас показать в списке приобретения. Можете выделить документы, нажать создать на основании и создать заявку. И будет создаваться уже какая-то общая заявка. Ну, здесь не создалась, но можно сделать обработку. Так, на что влияет приоритет заявки? Приоритет заявки ни на что не влияет. Но он нужен для... Сейчас я покажу. Его можно сделать по... Сейчас переведу заявку. А, это ожидаемое поступление. Сейчас вот здесь были заявки. Вот сюда перенесу. Вот видите, две заявки. А в одну из заявок я поставлю... Высокий. Провести. Видите, вот здесь снизу я увижу приоритет по заявке. Высокий, средний. То есть, опять же, список приоритетов можно дополнять. Вот, список приоритетов. Можно плюсик нажать и сделать ему какое-то название. Еще одно. Ну, допустим, там, средний-низкий. Какой-нибудь. Средний-низкий какой-нибудь. Поставить ему цвет, допустим, зелененький. Сописать, закрыть. Провести, закрыть. Ну, насчет цвета, насчет отображения цвета я сейчас не помню, где отображается. А, по-моему, в списке заявок это работает. Сейчас не вспомню. Ну, в платежном календаре, вот видите, изменился статус. Можно отслеживать статусы. Именно здесь. Можно настраивать какие-то отборы. То есть, если вот здесь вот список заявок есть. Здесь, по-моему, нету этого приоритета. Не приоритет. Нет, приоритет есть, но вот почему-то не отображается. Не знаю, почему. Вот здесь он должен отображаться. Здесь есть настройки по настройке непосредственно. На самого вот этого поля. То есть, если вы с ним работаете, можно сделать... Вот изменить... Нет, не изменить форму. А настройка списка. Условное оформление. Вот видите, здесь условное оформление. Выделить цветом просроченной оплаты. Вы также можете настроить отображение по приоритету, допустим, каким-то разным цветом. Ну, допустим, для этого можно использовать. В платежном календаре это можно отобразить вот так. Видите, разные приоритеты по разным заявкам. Так. Что-то не туда нажалось. То есть, разные приоритеты по разным заявкам. Так. На что влияет приоритет заявки? Дальше. Кто бухгалтер козначей проводки проводит оплату? Есть ли рекомендации по данному вопросу? Кто несет ответственность за корректность оплаты? ЦФО, падающий бюджет данной, вводящий бюджет, сотрудник ФС, формирование бюджета, формирователь заявки по платежному календарю и сотрудник, непосредственно работающий с банком. Но здесь, смотрите, это вопрос именно бизнес-процессов компании. Здесь надо понимать именно функционал всех специалистов. Если у вас есть, ну, вряд ли у вас человек, который вводит заявку, и при этом он не является бухгалтером или сотрудником казначейства, вряд ли он сможет адекватно оценить, с какого счета вы будете платить. Вот. Поэтому, и кто проводит оплату? А, вопрос, кто проводит оплату. Обычно в организациях проводят оплату либо бухгалтер, либо сотрудник казначейства. По поводу того, по поводу рекомендаций, это зависит от компании, от ваших бизнес-процессов. Но, как правило, это бухгалтер или сотрудник казначейства. Кто несет ответственность за корректность оплаты? Здесь ответственность, я бы сказал, немножко размывается, потому что, когда заявку подает сотрудник, который не проводит эти платежи, он подает, допустим, какой-то документ, счет на оплату. И вводит какие-то данные, дает вам какую-то информацию. Поэтому казначей или бухгалтер, он руководствуется этой информацией. Поэтому, да, бухгалтер казначей, он проверяет со своей стороны всю информацию в заявке, но он не может же сам созваниваться с поставщиком и задавать ему какие-то вопросы по платежу. То есть, он не будет этого делать. Это работа именно того сотрудника, который подал информацию. Надеюсь, ответил на вопрос. Так, можно ли в одну заявку привязать несколько документов? Здесь, смотрите, где у меня тут проведенная заявка? Здесь есть расшифровка платежа и здесь есть кнопочка списком. Вот если вы нажмете, и вот видите объект расчета, здесь можно выбрать какой-то документ. Допустим, вот этот документ. Потом мы сделали еще одну строчку, привязали какой-то там заказ, сделали еще одну строчку, привязали приобретение. Вот, поэтому, да, несколько документов можно привязать и платить уже на основании них. Они все будут привязаны. Вот, если авансовый платеж, если авансовый платеж, то, ну, в принципе, вы просто создаете заявку. Давайте я ее закрою. Вы просто создаете заявку, в ней будет информация по контрагенту. В расшифровке платежа вы можете указать договор, в качестве объекта расчета вы тоже можете указать договор, в объекта расчетов необязательное поле, вы можете его не указывать. Можете просто указать договор. А в назначении платежа уже напишите, что авансовый платеж. Допустим, за авансовый платеж по такому-то договору, ну, то есть здесь нету каких-то препятствий. Не обязательно вводить по документу, вы можете просто создать заявку и все, и отправить ее дальше. Если у пользователя закрыт период, то статус он уже поменять не может. Вот, здесь тоже можно ли в одну заявку привязать несколько документов. Списка можно, да, списка можно. Если у пользователя закрыт период, настройки закрытия периода в ERP, они настраиваются не только одной цифрой на все, но в том числе можно настраивать на отдельные документы. Я сейчас не буду с этим разбираться, не помню, где это находится, но, насколько помню, при настройке можно указать настройки закрытия периода для конкретного документа. Если это заявка на расходование денежных средств, ее, да, как-то нелогично блокировать, потому что, если по этой заявке не закончились оплаты, то почему мы должны ее блокировать? В настройках я помню, что можно для конкретного документа настроить дату, настроить не только дату, но и правила. Поэтому нет, не будет блокироваться. Статью затрат по своему управленческому учету могу указать, выбрав из справочника. Статью затрат. Но вы, наверное, про статью движения денежных средств. Статья затрат – это не про деньги. Статью движения денежных средств, да, вы можете просто открыть и указать по своему видению оплаты закупок. Если это, там, какая-то другая деятельность, то можете, естественно, указать другую, можете создать ее другую. Поэтому вот оплата лизингодателю. То есть, ну, все что угодно. Но единственное, если вы меняете статью, то надо понимать, что и операция тоже может быть другая. То есть, если это операция по, ну, вот оплата по кредиту и займу. Видите, немножко, немножко изменились поля. Здесь немножко другие расшифровки, да. То есть, ну, должен быть договор, должен быть какая-то тип суммы. Ну, то есть, что это, проценты или основной долг, или комиссия. Здесь изменится форма. И, соответственно, у вас по умолчанию, видите, по хозяйственной операции назначаются статьи. И они подходят именно к хозяйственной операции. Можно нажать «Все статьи» и выбрать какую-то другую. Но зачем? То есть, если можно выбрать именно ту статью, которая относится к операции. ГОС сегодня не будем проговаривать. Очень жаль, там много вопросов. Да, ГОСа не будем проговаривать, потому что по ГОСам это функционал через всю систему. То есть, это и платежи, это и договоры, это такой элемент, есть направление деятельности. Это аккумулирование расходов, доходов-расходов именно по госконтракту. Это отдельное ведение финансового результата. Это обширный такой функционал. Это отдельные вебинары у нас есть, можете посмотреть. А процесс согласования идет в самой ERP или в ДО? Если вопрос про ДО и про согласование, то при бесшовной интеграции у вас будет создаваться заявка. В документообороте у вас будет создаваться, то есть, отображаться данные по этой заявке. И там будет настроен уже бизнес-процесс по согласованию. Почему применяют документооборот? Потому что там можно настроить именно вот этот бизнес-процесс по согласованию с более широким функционалом. Поэтому он применяется. То есть, условно у вас будет создана заявка со статусом «Несогласовано». В документообороте у вас появляется эта заявка. Допустим, на почту кому-то присылается еще отбивка, что вот у вас есть заявка, которую нужно согласовать. Вот берите эту заявку и надо идти в документооборот согласовывать. Тот человек, который по списку стоит, он должен зайти в документооборот, согласовать эту заявку, если она подлежит согласованию. И по цепочке следующий человек, следующий человек, следующий человек, так как мы настроим именно в документообороте. И по результату после последнего согласования заявка здесь поменяет статус на согласованную. То есть это расширяет немножко список статусов и функционал именно согласования, при этом не ломая сам функционал ERP по вот этим заявкам. В ДО по настроям БП, при этом согласно обещанной интеграции пользователь может не входить в 1СДО и выполнить согласование в 1СЕРП. Да, все правильно. Лимиты бюджета проверяются при создании заявки. Лимиты бюджета, как я показал, проверяются при создании заявки. Ну, как при создании, при проведении. То есть мы проводим заявку и в этот момент он уже проверяет все, что мы указали в этой заявке. Ну и, соответственно, либо проводит, либо не проводит. Если она меняется, если сумма меняется, опять же он не даст провести. Так, реестр платежей формируется. Вот реестр платежей. У нас есть отчет, реестр платежей. Именно реестр платежей как документ в ERP не формируется. Такой функционал есть в управлении холдингом. Там прям есть такой документ, реестр платежей. Здесь этого нет. Здесь вот именно есть отчет, который можно как угодно настроить. Можно реестр платежей сделать прям даже, знаете, вот из этой формы. Можно вывести список, вывести какие-то определенные, ну то есть сделать отборы, допустим, по неоплаченным заявкам. Вывести заявки только за конкретный период. И потом просто вывести список, ну опять же вывести список с какими-то колонками. Окей. Допустим, вот так. Либо в отчете, лучше в отчете. Как в платежном календаре отразить плановое поступление денежных средств по договору? Платежный календарь. Запланировать. Поступление. И, соответственно, здесь мы ставим какое-то поступление денежных средств. Поступление денежных средств. Сумма. Как видите, договора тут нет. Соответственно, здесь функционала договора нет. Мы не можем его поставить. Вот именно этот функционал, он такой исторический достаточно, он был в какой-то момент в 1С предприятии и на самом деле он развивался, этот функционал, но в какой-то момент его убрали полностью, потому что им очень мало пользовались, ну и на самом деле им редко когда пользуются. Потом его вернули вот в таком вот виде в систему, но договора здесь нет, можете прописать допустим в комментарии что-то. Расскажите пожалуйста про реестр платежей, можно ли, может быть, про реестр платежей я сейчас рассказал, документа нет, есть отчет, может быть, частичная оплата заявки. Сейчас панелька уйдет, но про частичную оплату заявки я как раз показал, вот у нас была заявка на 100 тысяч, вот она на 100 тысяч, мы оплатили из них 32 500 и вот часть этой заявки осталась неоплаченная, вот она дальше тянется и с ней можно работать. Если может быть частичная оплата заявки, как дробится ее сумма, но опять же показал, вот заявка, можем изменить платеж, разбить оплату. А в самой заявке это вот распределение по счетам и вот строчки, разные даты, разные суммы, вот так вот дробится. Кстати, вот если мы зайдем в заявку, видите, здесь статус появился, оплачено частично, а не оплачено 67 500. То есть если мы нажмем, видите, он выведет прямо отчет, что у нас по вот этой заявке сумма плана 132, факт, уже оплачено и 67 500 осталось оплатить. Отчет фактической оплаты заявки. Это из заявки. Почему после согласования можно вносить изменения, если заявитель не может это делать? Смотрите, здесь, когда заявка к оплате, уже нельзя изменить оплату. Вы, наверное, видели, что я менял в статусе согласовано. Это зависит от прав. То есть это зависит от настройки прав. Как настроите права, если вы настроите, что после согласования никто не может менять заявку, ну, значит, никто не может менять заявку. Поэтому здесь вопрос больше по правам доступа. Здесь нужно прям смотреть, настраивать. Так, а от какого клиента поступление? Это, наверное, про плановые поступления. Наверное, про плановые поступления вопрос. Но здесь, опять же, здесь, видите, нету клиента. Но, опять же, все достаточно просто настраивается, ну, и разрабатывается. Это разработка буквально там 1-2 часа, добавить несколько полей, потом просто проверить, можно ли подтянуть сюда этот реквизит. Скорее всего, можно, потому что я могу нажать еще, настроить список, и, скорее всего, он даже ничего не настраивать не придется. Здесь можно его вывести, как, допустим, платильщика или получателя. Вот, это, ну, не так, чтобы много времени разрабатывать. Это будет расширением, это не плюяет на обновление. В случае эквайринга ожидаемое поступление можно как-то автоматически планировать из остатков 57-го счета. Вопросы по эквайрингу. Да, у нас есть отдельный функционал эквайринга, сегодня не разбираем. Это тоже обширный функционал, ну, не такой, конечно, как по ГОЗам. Но там есть отдельная операция, отдельная работа с банком, поэтому лучше посмотрите отдельный вебинар, у нас тоже по эквайрингу есть. Там прямо коллеги подробно рассказывают. Это неудобно так указывать поступление, так как нет клиента договора. Как с учетом договора отразить ДС и же средства в платежном календаре? Ну, опять же, в поступлении, именно просто в плановом поступлении вы это не увидите. Но если это поступление, если вы ведете заказы, вот смотрите, настройка. Здесь видите оплата заказов клиентов на кладных договорах. Вы же плановое поступление, если это не аванс, у вас есть заказы клиента. Если в заказе клиента указывается уже оплата, давайте, продажи, заказы. Вот тут дальше строй какой-то. Вот видите, здесь оплата по платежам, по платежам накладным. Если вы здесь будете ввести в заказах информацию по платежам, то у вас в платежном календаре есть возможность поступления вывести непосредственно от заказов клиента. Поэтому вы эту информацию увидите. И здесь вы ее увидите не просто там одной суммой. Это заказ клиента уже с контрагентом, с соглашением, с договором. То есть если у вас уже появляется какая-то такая детализированная информация, то, наверное, у вас есть в системе уже какая-то информация по этому клиенту. По этому клиенту, если это поступление. Ну и, соответственно, если вы работаете с клиентами, вы можете создать заказ клиента и использовать его в платежном календаре, а не ожидаемое поступление. Ожидаемое поступление не обязательно поступление от клиента. Вот здесь такой ответ будет. Оплачивается сама заявка при оплате. Все-таки по реестру платежей. Оплачивается заявка. Ну, наверное, вы увидели где-то список по платежам. Ну, допустим, сейчас безналичный, выгрузка. Где тут был металл? Вот, наверное, вы какой-то такой список увидели. Да, это платежи, это некий реестр. То есть здесь формируется, здесь некое небольшое такое рабочее место. Здесь формируется список заявок, но они оплачены просто, поэтому не отображаются. Здесь формируется список платежек, и вы выбираете галочками, какую заплатить, какую не заплатить, и их уже отправляете на платеж. Если вопрос в этом, то да, здесь вот такой реестр на отправку есть. То есть он контролируемый. Так, что такое область планирования в списке? Списки в область планирования. Коллеги, не знаю, но в какой момент задавали вопрос, поэтому можете чуть дальше написать. Стандартные аналитические отчеты в части казначейства за месяц. Можете показать их. Их 2 или 22. Отчеты являются итогом работы казначейства, показывают план-факт в разрезе ЦФО. Но отчеты я чуть ближе к концу показывал. Соответственно, казначейство, отчеты. Самые важные отчеты – это вот ведомость по денежным средствам, которые я показывал. Это реестр платежей, это лимиты. Есть другие отчеты, можете в них поиграться, посмотреть. Есть сферка банковских выписок, это для работы с банком. Есть разные инструменты, но все зависит от того, что именно вы делаете. То есть если вам нужно просто проверить остатки, то вот, пожалуйста, есть ведомость по денежным средствам. Если работаете, допустим, лимиты и вы используете саму систему лимитов, то можно вот посмотреть лимиты. Так, ну, то есть сколько их? Их достаточно много, но я показал именно основные. Если вы работаете с финансовыми инструментами, то, соответственно, вот по финансовым инструментам есть, в том числе, вот планфактный анализ оплаты начисления подговора. Как выстроен процесс с реестром платежей? Показали отправку на оплату из платежного календаря, но при этом РП, реестр платежей, отправляется на согласование с реестром платежей, работаем раньше платежного календаря, все-таки можем или нет отправить на оплату только одну заявку вне рабочего, вне РП, вне реестр платежей. Ну, еще раз говорю, реестр платежей как такового нет, именно в таком понятии, как какой-то документ. Вы можете работать с платежным календарем, вы можете создавать здесь заявки, вы можете создавать здесь сразу списание денежных средств, ну, можете понимать под реестром, вот, допустим, в этот список на день. Вы можете сформировать списание денежных средств и, соответственно, подразумевать под этим реестр платежей. Если про реестр платежей именно в выгрузке, то, да, здесь вы еще раз увидите весь тот список платежек, который мы отправляем именно уже в оплату. Если хотите работать более подробно с платежами, то вот есть список безналичных платежей. Здесь у нас есть, мы можем выделить не проведены банком. Допустим, вот эти вот две я, давайте в нее зайду, проведено банком. Вот, здесь вы можете работать уже с самими платежными документами, которые пойдут на выгрузку. Можно нажать, вот, допустим, все платежи, отобразятся все платежи. Если не проведено банком, то вот, пожалуйста, все не проведенные банком. Можете, здесь тоже есть дата по, здесь есть дата по банку, которая формируется изначально. Можете работать с этим списком, можете работать со списком выгрузки, можете работать в платежном календаре. То есть, в принципе, инструментов достаточно, можете делать как угодно. Но именно прямо одного какого-то документа реестра платежей, нет, под реестром платежей можно понимать либо заявки в реестре платежей, да, либо заявки через платежный календарь, либо, то есть здесь у вас отобразится список. Можно здесь сформировать заявки, можно в отчете сформировать некий реестр платежей. Вот в списке, допустим, у вас там по приобретению, вот заявки можно оставить, и только заявки будут отображаться. Можно здесь сформировать реестр платежей. Именно непосредственно для работы с документами, это платежный календарь, вот этот вот внизу список, список заявок. Это, сейчас покажу, еще раз казначейство безналичные платежи, вот это рабочее место. И в выгрузке вы тоже видите список. То есть, зависит от того, что именно понимается под реестром платежей. Да, естественно, всегда есть какой-то реестр, есть список заявок. Если вы согласовываете, можно выгрузить и согласовать. Надеюсь, ответил на вопрос. А какая-нибудь отчетность в графическом виде существует в части казначейства, например, план факт или похожий на динамика выручка по месяцам в 1С, можно показать. Смотрите, все отчеты, которые я показывал, они динамичные. То есть, и здесь есть настройка, и здесь вот в структуре можно... Сейчас вспомню. Вот. Можно добавить таблицу, чтобы просто массив данных выводить, а можно вывести, добавить диаграмму и настроить как-то диаграмму. То есть, как вам нужен, точки серии. То есть, если вы про это спрашиваете, то да, графически можно это сделать. В том числе, применяют просто выгрузка каких-то данных и отображение их, допустим, в BI-система. Именно для визуализации. Как настроить контроль заявок по бюджету ДДС? Ну, соответственно, я показал про бюджет, как это настраивалось по бюджету. Имеет ли какое-то отношение бухгалтерия к казначейству? Ну, это зависит от ваших бизнес-процессов. Если бухгалтерия работает с клиент-банком, то есть, я работал в компаниях, где платежки проводили именно бухгалтера. Ну, и, в принципе, они сразу... Потому что это нужно было именно для бухгалтерского учета. В первую очередь, для бухгалтерского учета и для сверки остатков. Если это делает бухгалтерия, это бухгалтерия. Опять же, если у вас не разделены системы, если все происходит в одной системе, если у вас вообще две системы, отдельно бухгалтерия, отдельно управленческий учет, то, да, будет в разных системах вестись, но все равно какая-то сверка будет. Зависит от ваших бизнес-процессов. Можно ли эти лимиты брать из экземпляров бюджетов? Ну, соответственно, есть лимиты. Первый вариант. Это, наверное, на первом варианте вы спрашивали. Второй вариант по бюджетам. Показывал мне. Как актуализировать лимит на месяц по бюджету? Как перераспределить лимит между статьями бюджетов? Актуализация. Но, опять же, это относится уже к функционалу бюджетирования. То есть, это именно работа с данными бюджетирования. Сейчас я ее не покажу, но можете посмотреть вебинары по бюджетированию. Там более подробно по бюджетам. По актуализации, соответственно, вы можете ввести данные новые, затереть старые бюджеты, перераспределение. Опять же, у вас будет некая форма, допустим, с колонкой, как было и как будет. И колонка, как было, она, допустим, в минус отображается и стирает все предыдущие данные. А новая колонка создает новые данные, как будет. Это зависит уже от формы и от того, как настроите. Можем посмотреть пример по ожидаемому поступлению. Я кофермирую в заказе клиента дату оплаты, самоплатежный календарь, документ, заказ ее не видит. Почему? Сейчас панелька уйдет. Во-первых, можете посмотреть, включена ли у вас вот эта настройка по оплате заказов. По оплате, вот, по оплате заказов клиентов. По накладным, по договорам. По заказам клиентов, опять же, надо посмотреть, что... Сейчас я заказка... Вот, заказ, он, допустим, к оплате, и здесь есть дата. То есть, есть дата, есть графики оплаты, есть формы оплаты. Может быть, с формой оплаты... О, да, галочка есть настройки, дата есть. Все, появилось. Коллеги, вопросы закончились. Спасибо вам большое за внимание. И удачного окончания дня. Приходите к нам, мы вам все настроим и сделаем. Спасибо большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok